Марка BMW разродилась электрическим кроссовером iX3, и здесь уместно воскликнуть «наконец», так как предсерийный вариант машины показали больше двух лет назад. За это время конкуренты из Audi, Mercedes и Jaguar ускакали далеко вперёд. Чтобы было понятно, все перечисленные марки успели разработать чистые электрические платформы, а баварцам пришлось перекраивать кузов обычного кроссовера iX3. Из-за этого батарейный кроссовер имеет строго задний привод, тогда как I-Pace от Jaguar и Tron от Audi, а также EQC от Mercedes располагают приводом 4х4. Кстати, в Германии iX3 будет стоить плюс-минус столько же, сколько перечисленные соперники, и это как минимум странно, особенно учитывая китайскую сборку модели, что может насторожить требовательную европейскую публику. Впрочем, в плане характеристик электрический iX3 не должен разочаровать покупателей. Его мотор выдаёт достаточные 286 сил, а батареи хватает на приличные 460 км пробега. Опять же, благодаря унифицированному кузову, кроссовер на батарейках почти не отличается от обычного. Впрочем, iX3 нужен марке BMW как полумера, чтобы застолбить факт освоения сегмента. Затем настанет черёд полностью оригинальных моделей на электротяге. Этой зимой баварцы подтвердили паркетник i-Next и седан i4, доводка которых идёт полным ходом. За последними новостями из мира машин на чистом электричестве почти незамеченным остался тот факт, что Nissan сменил эмблему. Притом, свежее лого как раз дебютировало на батарейном кроссовере Aria. Пресс-релиз гордо сообщает, что старший вице-президент Nissan по глобальному дизайну Альфонсо Альбайса поручил дело подчинённым ещё три года назад. За это время была предложена, а затем отсеяна масса ярких вариантов. Итогом же стало обновление логотипа 20-летней давности, который лишь сделался тоньше, легче и гибче. Вскоре оцифрованная по последней моде эмблема появится на всех моделях японской марки. А в ближайшие недели на актуальную графику начнут переходить в социальные сети, дилерские центры и далее по списку. Продолжение следует...